Здравствуйте, друзья! Вода холодная, ледяная. Так вот, я хотел сегодня рассказать такую легкую историю. Значит, сегодня у нас 7 февраля. Я называю блогерским днем. Я сделал одно видео на английском канале Tia International. Потом это видео было, как моя семья выжила в Анголе, в Луанде. Эпидемию черной оспы. И сейчас, особенно когда сейчас говорится о вирусах и так далее, просто я решил рассказать легкую историю. Многолепные данности. Так вот, я сделал также лайв на фейсбуке. Вот сейчас делаю видео на этом канале. Этот канал я открыл, как такой, просто показывает жизнь. Но показывает жизнь через мою личную призму, через ситуации, которые я показываю. А может быть выглядит, что просто и как себя делаю в селф-промоушен. Но это не совсем так. Мои истории, которые я здесь выставляю, связаны с интересом, должны быть связаны с более широким кругом людьми. Почему? Потому что людей. Почему? Потому что я в Америке живу 32 года. Вы можете это заметить по моему акценту. Я иногда хорошо говорю по-русски, иногда у меня просто впадает, я впадаю в ситуации, когда у меня постоянно выходят болгаризмы или даже смесь с английским языком. Так вот, я хочу рассказать об одной вещи, называется unemployment. Это безработица. Я в данный момент прохожу через эту ситуацию. И если я продам свою квартиру и все, это вообще будет без проблем для меня и так далее. Но я сейчас приехал заниматься этим бизнесом, закрывание дел здесь. Вышло так, что по определенной причине я с 1 января 2019 года, уже почти год с чем-то, я потребовал работу в Salt Lake City, потому что я находился здесь. Вышло так, что там работу закрыли, хотя они мне предлагают, они говорят, что в случае возвращения моего в Salt Lake City у меня есть, называется standing offer, то есть у меня есть предложение работать там. Не знаю, как это станет, надеюсь, что можно, только нужно будет изменить рабочее время в этот раз, потому что то, что я работал, было для меня не кроме него больше. Так вот, я приехал сюда, чтобы заниматься делами. У меня был выбор. Прошло 7 месяцев. Первые 7 месяцев с декабря 2018 года у меня был план остаться здесь на несколько лет. Мы разобрались с семьей после определенных ситуаций и решили, да, раз так, нужно будет смотреть финансовый интерес. И вышло так, что я говорю, хорошо, я вот здесь буду, поднимется цена квартиры, я продам и поеду. Но это было бы ждать, нужно было до 2023 года. Почему? Потому что с конца этого года начинается реконструкция, часть района, и здесь будет очень хороший район через 3 года. Здесь будет висящий мост с садом и с парком. Здесь будет пешеходная зона, прикроют поезд в метро и прикроют часть в фривей. Будет очень красиво. Так вот. И я сказал, хорошо, ладно, я здесь буду работать несколько лет, только мне нужно было быстро найти работу, которая просто была под определенным уровнем зарплаты. Прошло 7 месяцев, нет работы. Чтобы я не подавал, чтобы я не делал, ноль, даже никто не звонит обратно. А вещи, которые мне высылали по интернету, я предполагаю, очень большая часть, есть очень много компаний, которые занимаются мошенничеством, просто спором информации. Потому что есть компании, и вещи, за которые я подавал за работу, которые я подавал, вышло так, что я вообще не знаю, куда пошла информация, и вообще никто мне не звонил. Так вот. Значит, что интересно, прошло 7 месяцев, я говорю, ладно, я поехал обратно в Salt Lake City, вернулся в Salt Lake City, взял машину и взял маму. Почему я взял маму? Потому что ее предстоит там, в месте, где она была, стоил 35 тысяч долларов в год. И не только это, но и просто ей так делали детокс. Вышла ситуация, ей дали несколько лекарств, которые вызвали симптомы Паркинсона. В сущности, это не был Паркинсона, это были симптомы лекарств, комбинации букета лекарств. Мы ее подняли на ноги, я буду отдельно делать это видео, но я просто хочу сказать, что ее медицина за год с половиной не стоила под 90 тысяч долларов. Представьте себе, вы заплатили из кармана 90 тысяч долларов, чтобы вас восстановить. Представьте, это вот вам в этом смысле Америка, да? Так вот, что я хочу сказать далее. И вот я поехал в Salt Lake, взял машину, взял маму. Мы рассчитывали, что эта квартира нормально продаться за несколько месяцев и все, едем, закроем голову, едем. И тут-то было пока, что 5 месяцев мы выставили на продажу квартиру. Так вот, что выходит? Ну, а расходы на квартиру продолжают, да? То есть, нужно было мне идти работать, сейчас ищу работу продолжать. Но уже я не делал поиск работы, вот как, знаете, на толпе такой, там, очень высокой зарплаты. Мне нужно было просто перебиться, чтобы я мог встречать свои счета и счета по квартире. После чего, как продам нормально, пакетируюсь и уезжаю. Окей? Вновь не тут-то было. Прошло 7 месяцев и ноль. Меня вызвали на работу только, сделали интервью, потом выставили мне письмо, что, ну, спасибо за интерес. Второй, вторая компания, которая называлась Крёгер. И вот вторая компания, они сделали Job Fair. И когда я пошел, они представили, вот, смотрите, сколько у нас работ здесь. А когда пошел директ, он уже говорит с менеджером, он сказал, у нас их работ нет, у нас есть только, вот, она нет, это такая. То есть, называется Bait and Switch. Что было очень плохо, и я его спросил, хорошо, ладно, вот, сколько стоит, сколько вы платите за эту работу? Он сказал, я не знаю. Окей. Ну, не важно. Значит, выходит следующее, что, вот, я продолжаю расходы там, ну, встречаюсь как-то, встречаю как-то, но нужно работать. Вот, вот, пошел, говорю, 7 месяцев, ну, это с июля, да, июль, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, вот он, февраль, да, уже, значит, и все равно, как вот, нифига, ноль работы. Так вот, оказывается, есть очень интересное дело, которое, ну, иного народа не знает, но есть один момент, что, если вы, если у вас собственность в другом штате, но вы резидент не в этом штате, а в другом штате, например, вот, например, как и резидент Юты, да, но у меня собственность в Атланте, да, и это поднимает меня до уровня частично резидента Атланты, я не только Атланта, Джорджи, то есть, вы что-то платите, я почувствую, property tax достаточно дороже, даже больше property tax за эту маленькую квартиру, чем за дом в Salt Lake City, окей, то есть, здесь дороже Фултон Каунти, чем это самое, Salt Lake County в Юте, платить налоги, здесь в Атланте, окей, так вот, когда у вас такая ситуация, оказывается, можно нормально обратиться к говерменту, то есть, если обыкновенно, когда у вас есть ситуация, которая такая, которая, ну, связана с вашим интересом иногда, и вы идете, но вы не живете, например, в Джорджии, они вам говорят, ну, вот, идите там, ну, в Юте занимайтесь, да, или там, идите в Алабане занимайтесь, не важно, где вы живете, там и занимайтесь, по месту жизни, а вот, это не локал ищу, хотя, может, здесь вам нужно сменить резиденцию, но если вы платите налоги в этом штате, собственность, не важно, они должны частично рассмотреть или хоть сделать какой-нибудь, как говорится, жест доброй воли, и вот мне точно посоветовали сделать это, я после этих семи месяцев поиска работы, и странности, почему, почему странно, что даже, вот, все равно вы когда подаете, подаете, но вот на темную, это, как говорится, черная дыра в космосе, вот то же самое здесь, окей, так вот, и что выходит, нет, пришлось подать, я подал не губернатору, а вице-губернатору, называется это Lieutenant Governor, Геоф Динкан, Геоф Динкан, так вот, посмотрим, что это делается, практически в этом случае, когда выходят такие ситуации, значит, если вы пытали, обыкновенно делается следующее, что делается forward email с заявкой, там, которую вы делали, в отдел employment, и там обыкновенно идете, и вам говорят, вот employment, то есть, вот есть, где мы смотрим, то есть, там какой-то выход находят, другой момент, если что-то есть, которого я не знаю, окей, я был пару раз, много лет назад, практически, как вот, в черный список попал, люди в свое время, да, я, мне делали в свое время подставу, когда украли ядерный патент моего отца, и то есть, я, как его называют, я предполагаю просто так, что я, наверное, под последние несколько лет, я очень агрессивно преследую информацию, и, значит, занимаюсь сбором информации о патенте моего отца, я даже открыл GoFundMePage, называется, чтобы делать Freedom Information Act, делать запросы по странам, и так далее, где я знаю, где прошел патент моего отца, и вот, я просто предполагаю, что мне кто-то ставит палки в колеса, и это не только Beauty, а здесь, я говорю, тоже в Джорджи, нужно будет очень, посмотрим, индикация поведения здесь, что станет, но, как говорится, надеемся, что все будет хорошо, но просто хотел еще раз сказать, что это очень неприятное дело заниматься с upemployment. Вот здесь я почти уже сколько, 12 минут, я обыкновенно делаю видео, постараюсь сделать меньше 15. До сегодня все, до свидания, я надеюсь, что делаю еще пару видео на этой неделе.